Всем привет! Сегодня буду изготавливать инструмент, актуальность которого ценит каждый мастер. Ну ладно, без лишних предисловий сразу к делу. В первую очередь потребуется отрезок алюминиевого швеллера. Анодированный. Я обмотал его скотчем и попробую немного торцануть. И есть такое дело, не так страшно, как это может показаться на первый взгляд. Снимаю заусенцы. Надо будет, кстати, изобрести специальный инструмент для этого дела. Для большей красоты немного сгладим углы. Вот такой афоризм. Народная мудрость, можно сказать. Йента пока что в сторону. Дальше потребуется изготовить 4 резьбовые стойки. Изготовить буду из латуни. Конечно, латунь жалковата, но лучше было по алюминию дешевле. Но алюминия сейчас нет, посему пруточек 8 мм. Нарежем резьбу М5. Масло. Плашка. И вперед. С обратной стороны сверлю отверстие и нарезаю резьбу М4. Вот такие стойки получились. С одной стороны внешняя резьба М5. С другой стороны внутренняя резьба М4. Теперь понадобится вот такая электромагнитная система. Ранее это был электрический двигатель. 220 вольт. 6820 виточков. Диаметр провода 0,15 мм. Преперлась. Преперлась. Иди. Намотаю еще одну обмотку. Теперь уже проводом 0,5. Можно было бы меньше, но у меня просто есть. Провод был добыт из старого монитора. Я недавно аж две штуки разбомбил. На запчасти. Я думаю, что буквально один слой будет достаточно. Окончил намотку и даже сделал вот такой кожух. Кожух из листового алюминия. Нашел в подвале целый рулон. Просто сокровище. Жалко, что, конечно же, не латунь. Ну, алюминий чем плох, чтобы он не паялся. Тут такой замочек у меня. Включим в сеть и проверим, какое напряжение дает вторичная обмотка. 4 вольта. Для моих целей достаточно. Вырубаем. В корпусе сверлю высокотехнологические отверстия. Выполним сборку нашего приспособления. Держатель для светодиода. Тумблер для включения-выключения. Провод сетевого питания. Провод сетевого питания. Можно приступить к испытанию Ну и естественно в последующем Эксплуатировать сие приспособление Включаем в электрическую сеть Включено уже было Для чего это приспособление? Да все просто Для размагничивания инструмента Вот например Намагнитим Но обычно отвертки сами по себе намагничиваются Что доставляет иногда в некоторых случаях Подчеркиваю Очень существенные неудобства в их использовании Конечно, опять же я подчеркиваю В некоторых случаях очень удобно Когда отвертка, жалоотвертки намагниченная Но в некоторых же случаях Это невыносимо Особенно, например, при завинчивании винтов Неудобно Ну, по крайней мере мне Помещаем в технологическое окно Все, намагниченность исчезла Отвертки это еще Так сказать, такое дело А вот когда намагничен пинцет Это просто какое-то наказание Особенно, когда выполняешь радиомонтажные работы Ну, теперь я смогу быстро и эффективно производить размагничивание Специально для некоторых персонажей Поясняю Не нужно мне писать Вот, проще на Алиэкспрессе купить за копейки Магнитики размагничивать Покупайте Я что, против что ли? А вообще, моя философия такова Какой смысл ходить на рыбалку, если рыбу проще купить? И дешевле? Какой смысл жарить шашлыки, если мясо можно дома стушить? Какой смысл вообще что-нибудь делать? Какой смысл вообще жить? Понимаете? Вот такие дела До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok